Ветхого христианства Я вам описал признаки ветхого христианства, которое на самом деле наступило не сейчас. По существу о том, что христианство в том виде, в котором существует, уже неприемлемо для православия или православие, в котором неприемлемо для христиан, говорил батюшка Серафим Саровский. Если вы внимательно вчитываетесь в его беседу с Мотовиловым, ну, кстати, я понимаю, тяжело вчитываться, она вся состоит из старых слов, грубо говоря, из оборотов, иногда теперь уже вообще непонимаемых, и те, кто читает на том, иногда не понимают, что он говорит. А теперь верующие хладные стали, церковь охладела. То есть церковь охладела, эта церковь осталась без благодати Божией, потому что огонь, тепло по батюшке Серафима – это присутствие благодати. И когда он говорит, что церковь охладела, и верующие охладели, он говорит, что церковь безблагодатна. А если она безблагодатна, значит, она что? Он как раз и пишет дальше что, то есть говорит дальше что. Вот это его, можно так сказать, завещание, беседа с Мотовиловым о том, какая должна была церковь, оно не только говорит о том, что всё, она уже выжила из себя, всё. Она уже совсем в другое ушло направление, и уже безблагодатная она никакого значения не имеет. Она должна быть другой, стяжающей Духа Святаго, благодать Духа Святаго. Ну, это мы с вами ещё будем разбираться. Но в чём же тогда уже вот эта ветхость проявилась в законничестве? Вот то, что в 14-15 веке пришло на Русь как жидостующий, ересь жидостующий, то есть где начали возвращать Ветхий Завет, грубо говоря, в церковь, а у нас никогда Библия не читалась. До 18 века её вообще никто не читал и читать не собирался. Ну, только те, кто должны были быть преподавателями, там, в академиях или ещё что-то. Населения Ветхого Завета никогда в руках не было. Он не публиковался и читаться никем не читался. Так вот, в 19 веке вот это возвращение к законничеству мы с вами видим, как пытаются остановить тот же Феофан Затворник Вышинский, тот же Иоанн Кронштадтский, это уже с переходом в 20 век, пытается сказать, что новое христианство пришло, где вот эти все символические действия, мы называем это обрядами, все эти обрадовые действия, перешли в ритуал. Знаете отличие обряда от ритуала? Ритуал – это магическое или колдовское, или волхование, или жреческое. Жрецы были в Ветхом Завете, первосвященники, они все жрецы были. Вот это жреческое называется ритуалом, так как вот если ты его выполнишь, правильный ритуал, то ты получишь то-то, то-то. А если не выполнишь, или как-то ошибешься, или ты неправильно, то ты уже и не жрец, и у тебя ничего нет, и тебя можно, как говорится, уничижить. Помните эту историю с Ваала, у которого никак не зажигался, а у нашего святого раз и загорелось все тут сырое, или у Спиридона Тримифутского. Бесят ритуала, то, что, грубо говоря, мечтали все эти увидеть, объясняя, что в камне есть и огонь, и вода. У них заложено было это. Как если ты магические действия какие-то производишь, то может потечь либо вода, либо огонь из камня. А Симеон Тримифутский, Спиридон Тримифутский, когда Николай, чудотворец, там по щекам нахлестал, что он как утихомирил всех. Взял кирпич, нажал на него, у него и вода потекла, и огонь из кирпича пошел. Вот ведь что, без всякого ритуала. А что было у него? У него в руках было отношение с Богом. Сила Божья была. Которая что? Через обряд осуществляется. А обряд – это установленное Богослужение. Без попытки, можно так сказать, стянуть, втянуть Бога в эти действия. Только показать ты Богу можешь, что вот мы такие, и если хочешь, Господи, то посети нас. И мы с вами слышим у того же, у батюшки Серафима, что благодать Духа Святаго без воли человека, без какого-то повеления человека. Только Господь решает, будет благодать или нет. Придет или нет. Причастится человек после всего обряда или нет. Или уйдет так. Будет на самом деле кровь и тело Христова в чашу, которую выносит священник не той сексуальной ориентации или нет, это решает Господь. Решает, по крайней мере, даже индивидуально решает. Для кого-то не будет, а для кого-то будет. Вот как ведь это на самом деле работает. И это не ритуал. Об этом и говорят все святые XIX века. Об этом пишет Достоевский, что в его князе Мышкина полнейшее обличение, кстати, он как бы современного Христа написал в этом, обличение того, той жизни, которая происходит, где и князь Мышкин был соблазнен в конечном итоге всеми этими делами, которые там... Об этом пишет Толстой. Об этом пишет огромное количество наших философов, которые даже ищут новые религии. Ведь Флоренский, Иванов, Соловьев, они ищут новые религии. Или пытаются объяснить эту новую. Брянчанинов пытается объяснить, как по-новому. А что значит по-новому? Это значит больше Бога, меньше ритуала, меньше обрядовости, можно так сказать. Но и церковь за это поплатила. Это мы сейчас говорим, да, репрессии, да, убийств много, да, огромное количество. Но если те, кто задумывается, почему это произошло, каким образом это случилось, то они могут сказать, что это промысел Божий. Господь попустил. За что? За грехи. За какие грехи? За хладность, которую батюшка Серафим указывает. За отсутствие Бога в церкви, о котором говорит Толстой. Ну и Иоанн Кронштадтский тоже. Почему у него вдруг стали такие количество прихожан огромные? А потому что он открыл опять, можно так сказать, Духа Святаго и дал всем рабочим, кто хочет, кто приходил, те и получали. И от этого стал святым. Но у нас святые мученики стали. Все эти репрессии тысячи и тысячи святых мучеников возвели на престол. И, к большому сожалению, мы ему... У нас вот эта вся контора, вот эта вся так и, можно так сказать, ну, не убила, конечно, сотни тысяч, но она, по крайней мере, не дала их церкви. У нас сколько восстановлено и считается новомучениками святыми? Сотни, две, три, да есть ли тысяча, а убиты-то были десятки тысяч. Что остальные? Вот мои здесь убитые священники до конца, служившие перед самыми расстрелянными, в подвале церкви. Почему они не возведены? Они что, они были не христиане? Они были не православные до 33-го года, когда там коммунисты вокруг уже всех гребли и убивали. Можно было просто раздеться и идти. Они ждали, служили и понимали, что их тоже вот придут, возьмут и убьют. Что и сделали. Они разве не новомученики? Они разве не святые? И а сколько у нас по Ивановской области таких? Я только в нашем районе насчитал 70 с лишним человек убитых репрессировано. Хоть одного подняли в святые в новомученики? Не одного. Больше того, у нас умудрились вот в Чихачево там отец Александр Доброхотов был, которого вроде признали новомученика. Остановили у нас. У нас нашлись те, кто в каких-то показаниях его у значит НКВД нашел какие-то неправильные фразы. Мы с одной стороны слышим, что все показания выдуманы, то есть сам следователь напишет все, что хочешь, потом выбьют из пленного подпись, а иногда из-за него подписывались. А теперь вот за этими подписями, за этим выдумками кто-то некачественный оказался. Никого у нас теперь нет. И даже Кенишемского, Василия Кенишемского остановили, тоже приостановили его святость. Приостановили святость. Это как? То есть вот здесь ты святой, а вот здесь тут подожди, мы еще уже признаны святой. В общем, вредятина, конечно, происходит в церкви и вредятина происходит в церкви, на мой взгляд. То есть вот это ветхое православие, оно дает больше возможности вредителям и наверху быть, и дело не свое делать, и церковь все больше и больше отдалять от народа. Эти цифры, которые показывает теперь в ЦИО, это результат того, что вот я 15 лет говорю, а до этого говорил отец Павел Адельеем, до этого масса-масса других, тех, кто об этом говорит. И поэтому вот это, конечно, все странно. Мне очень обидно, что у нас появилась движение не поминающих, это ненормальные движения, но с другой стороны, когда они аргументы приводят об этой ветхой православной церкви, в которой действительно они не хотят видеть то, что происходит, их тоже можно понять, их тоже они пытаются чистоту сохранить, а чистота, она у нас в народе сохраняется, ее ни епископы, ни патриархи на самом деле, ну, если мы понимаем, что такое христианство, а именно народ сохраняет. Поэтому назрело изменение. Как оно произойдет, сможет ли оно произойти с помощью тех, кто сейчас в Синоде или там в православном всех этих структурах, которые должны это решать? Я не знаю. Структуры за последние те же 15 лет подобраны только смирные. Кто хоть слово какое-то может сказать, в них не попадал. То есть только те, кто может одногласно проголосовать или еще что-то, они и попадают во все эти структуры. Поэтому ждать какого-то чуда приходится. Что вот если Господь решит, то оно произойдет и церковь сменится. Но еще хуже, если мы дождемся попущения, если опять то, что было в 20-е 30-е годы может случиться, вот ведь на что стоит обратить внимание. Как они, нет, им кажется, что дружба с властью и все, что дело не все, что нужно власти, это какая-то гарантия сохранения своей безопасности. Но мы опять видим, что и патриарх Тихон в свое время вроде все сделал для власти и согласился с этой властью, прославил эту власть, а результат какой? Или патриарх Алексий первый, Пимен, которые при советской власти служили. Уж тоже все постарались, я уж не могу сказать, как они со Сталиным. А что пришел помощник Сталина и разрушил тысячи храмов, Хрущев пришел и разрушил, и опять репрессии, обещал показать последнего. Так что дорогие мои, вроде веселая Пасха, веселое настроение должна быть, а я вам все про какое-то ветхозаветное православие, нет, ветхое, не заветное, а ветхое православие. Хотя завет ветхий тут тоже играет роль, поскольку в большой степени именно им начали оправдывать вот эти все присутствие этих ритуалов, этих одеяний невозможных, этих богатств, каких-то особых и так далее и тому подобное. Нет, это все уже не то, если не решится церковь на переход на истинное христианство, которое еще раз тот же батюшка Серафим объявил, где скромность жития, где служение Богу в любом виде, хоть молитвой, хоть добрым делом, все должно считаться служением Богу, если человек верит в Господа и понимает, что он для него это делает. Рождение детей, на мой взгляд, должно быть сейчас важнее, чем богослужение. Вот я как считаю, что вот вы отмените десять богослужений, которые митрополит там или патриарх делает, на которые тратятся жуткие деньги. Любая поездка любого митрополита стоит десятки тысяч в любой епархии, и уж естественно патриарха стоит сотни тысяч. Вы отдайте эти средства на рождение детей, пусть родят, пусть та, которая задумала убить этого ребенка, получит деньги и родит этого ребенка. Вот что Господь нам хочет. А мы все траты, на мой взгляд, которые происходят напрасно, они все против Бога. Против Бога. Когда мы его средства тратим на суету, на свои развлечения, на свое кечение, то есть это все антихристианство на самом деле. Даже не ветхое православие, а это анти православие. Но мы пока давайте считать, что это ветхое православие, что нужно новое православие, где сохраняя канонические, а что у нас отец Серафим Саровский каноны не соблюдал? Скажите-ка вы мне, или преподобный Марк Саровский каноны не соблюдал? Или Иоанна Кронштадтского можно обвинить, что он каноны не соблюдал? Ездил там в богатой карете и все остальное. Кого хочешь, можно так обвинить. Но то, что он жил скромно, батюшка Серафим, жил в одежке худой, ходил, сами можете в Сарове посмотреть, это что, хуже его сделало, чем те, которые надевают на себя митры с бриллиантами и ездит в машинах по десятку миллионов стоимости. Нет, хуже он не был. Вот так. Так что здоровья нам всем, радости, и очень хочется увидеть это новое православие. очень хочется, чтобы опять наполнились храмы людьми, доверяющими тем, кто служит, знающими, что от них идет действительно благодать, а не им идет доход со свечек. Вот так. Здоровья нам всем, радости, помощи Божией. Аминь. Аминь.